Толкнулись два подхода к игре. Причем нельзя сказать, что оборона пыталась противостоять атаки. Белорусы использовали любую возможность для атаки, атаковали очень здорово. Хочу напомнить, что в первом периоде две штанги спасли Россию. Я думаю, качество игры было очень хорошее. То, что силовой борьбы было не так много, как все-таки соседи. Ну да, да. Много нервов от играть него. Ну, пришлось начать употреблять крепкие напитки в перерыве. Смотрите, как с турниром это можно попробовать. Мы свою игру отыграли, поэтому тренер разрешил нарушить. Но серьезно, это комплимент КХЛ, что белорусы так играли. 17 человек у них было с КХЛ. Да, 78 игроков КХЛ участвуют в финале. И это здорово, потому что это означает, что мы на правильном пути. Да. И я сегодня встречался с губернаторами Стюменской области. Они собрали бюджет для участия в КХЛ. Единственное вопрос дворца. Мы будем обсуждать, что, скажем, если Тюмень согласится 50% матчей домашних провести, например, в Бобруйске, и тогда у них средняя посещаемость будет, средняя емкость аренд будет 5,5 тысяч, тогда это может формально позволить им принять участие в КХЛ. Вопрос немного отвлечен, но написали об этом все канадские СМИ, что КХЛ покупает Детройт или какой-то клуб там. Ну, вот я сказал, что мы осматривали 10 возможностей, 10 команд, которые готовы отдаться. Нашли. Мы из 10 сейчас анализируем 3. Я не буду говорить, какие. Ну, которые банкротуют имеется в Феникс, типа это или сильные команды. Нет, ну, на продажу выставляется команда с финансовыми проблемами. Да, да, да. Само количество этих команд показывает, и мы не случайно будем требовать от клубов КХЛ полную оплату за должности по зарплате, потому что нам не нужны команды, которые войдут в новый сезон с долгами. Таких команд немного, нет, речь идет о КХЛ. А зачем вообще КХЛ нужна команда НХЛ? То есть, ради чего? Ну, мы уже со пространства Советского Союза развиваемся. Ну, а почему нет, сделать какую-то команду фаркумом в Витязи? А, ну, я думаю, они же не согласятся, у них же есть сады директоров, это же политика. То есть, никакие деньги их не соблазнят, мне кажется. Ну, мы знаем истории, когда владелец Бэкбери пытался команду купить, и сейчас он сделал предложение купить Феникс. И ни разу ему не позволили, кстати. Два раза его... Позвольны. Ну, это что, масонская ложа, что ли? Ну, получается, да, у них такой закрытый клуб. На самом деле, вот сейчас хоккей, ввиду кризиса, находится на перепуте. Мы знаем, куда идти с нашим хоккеем. Готовы, чтобы НХЛ присоединилась к этому процессу, мы готовы учитывать их специфику. Заставить мы их не можем, но... Лучший результат болельщики будут оценивать, потому что все делается для болельщиков, а не для чиновников, будь то чиновники НХЛ, КХЛ или Международной Федерации хоккей. Спасибо. Там будет больше всего русских. Спасибо, с победой вас. Спасибо. С победой всех.